Добрый день, дорогие друзья, с вами Максим Джабали. В этом видео расскажу об электронных книгах. Если вы еще не заказали электронную книгу, срочно заказывайте. У меня сейчас вот такая вот Kindle, вот такая, без рекламы. Значит, заходите на сайт Amazon.com. Я сейчас не буду рассказывать о всех деталях покупки. Не вздумайте покупать книгу электронную. Вообще любую другую нельзя покупать и нельзя покупать книгу в вашем городе. Не надо. Заходите сами и покупайте через Amazon. Одна из причин – это бесплатная замена дисплея. То есть, если вы книгу похерите свою, то ее можно будет поменять. Кстати, я это делал вот с этой книгой. У меня раньше была вот эта книга, и я ее менял. Это было очень удобно. В целом, как происходит покупка? Ничего сложного в ней нет. Вот эту книгу не покупайте, она не очень удобная. Реально удобная вот эта. Блин, почему-то новую вкладку не открывается. Короче, вы заходите, выбираете какую, добавляете ее себе. Вот. Если вам нужно, заказывайте. Если нет, то не заказывайте. Вот. Взяли книгу. Идете в чекаут. Лучше покупать сразу много и всего. Если уже заказываете на Амазоне, сразу всего много. Вот. И если вы первый раз заказываете. Первый раз заказываете. У меня есть мой адрес в Киеве. Мой адрес на Самуи, куда я заказывал книги. Вот этот. Ship to the address. И все. И он у вас предложит оплату снять с карточки. Все оплатили через интернет. Я думаю, знаете, как оплату производить. Вот. Что интересно. После того, как вам книга придет, и вы ее зарегаете у себя в аккаунте, вот тут начинается самое веселое. Киндл можно покупать по многим причинам. Одна из них – это дико удобная система организации книги. То есть, я уже рассказывал о том, как я вообще книги читаю. Напоминаю, что у меня есть заметка книгарь читал. Сюда я добавляю все книги, которые мне хочется прочитать. Помечаю, кто мне ее порекомендовал. Сферу и дальше личный помощник делает так, что она скачивается. Подробно не буду об этом сегодня рассказывать. В общем, случается следующее. Фрилансер эту книгу скачивает, там специальными тегами ее помечает и отправляет мне на имейл Джабали. Ну и у вас он, собственно, будет свой Джабали, Собака, Киндл. Давайте не так сделаем. Давайте зайдем и посмотрим здесь. Так, вот, мейл. Вот, Джабали. Собака Киндл. Вы сюда прикладываете, тупо прикладываете любой документ. Вот там, я сейчас еще расскажу о формате, но нужный формат прикладываете. Допустим, вот где-то вы найдете формат doc. У меня, видимо... А, вот книги. Вот гений и аутсайдеры. Вот. И отправляете себе на книгу. И она вам придет. Это реально круто. Включаете на своем Киндле Wi-Fi и она автоматически туда закачается. Это великолепно. Я просто... У меня оргазм каждый раз. Что еще классно? Вот, например, что у меня случилось? Одна книга поломалась. Поменять у меня не получилось, к сожалению. Поленился, хотя, наверное, как-то можно. Вот, что вы делаете? Вы заходите в свой аккаунт. Если у вас, ну, книга поломалась, я не знаю, что там с ней ужасное произошло, вы заходите, manage your Kindle. И здесь у вас будет ваша библиотека файлов. Это просто очень и очень круто. Вот, у меня 199 книг здесь приблизительно. Вот, если, например, у вас в какой-то момент... Видите, откуда отправлена книга, да? pa.jbali.gmail.com Это имейл моего личного помощника. Я его добавляю специально в белый список, вот здесь в аккаунте. Это не очень сложно сделать. Где-то вот тут вот. Наверное, здесь. Но самое главное, если у вас когда-нибудь там что-то сломается или еще что-то, вы всегда можете... И вот те книги, которые вы уже читали, вы можете отправить. Вот у меня, собственно, три. Три кинуло здесь. Я, правда, не знаю, чего три. Должно было быть два. Ну, наверное, я какой-то третий еще регистрировал. Да, да, я понял, какой. Вот. В целом у меня два сейчас основных Kindle. И здесь можно внести в белый список имейлы, которые вы хотите, чтобы работали с вашим Kindle. Там где-то вот здесь вот это можно сделать. В personal documents. Да. Да, вот здесь. Вот, собственно, есть имейлы, из которых мне могут отправлять на имейл jbali.kindle.com книгу. Дальше сайт Amazon сам конвертирует эту книгу в нужный формат и так далее. Какие книги, каких форматов нужно отправлять? Это книги формата RTF, RTF, DOC, MOBI, по-моему, я не уверен насчет MOBI. Ну, RTF и DOC – самые нормальные форматы. Опять же, у меня фрилансер этим занимается. Если он находит книгу в PDF, а в других форматах ее нету, он ее конвертирует через сайт zamzar.com – это универсальный конвертер файлов в нужный формат, в DOC или RTF. Ну, я сейчас с ними работаю, я знаю, там еще каких-то несколько форматов Kindle распознает, но это самый популярный. И все. Вот, соответственно, так у меня работа с электронной книгой устроена. Это нереально удобно, другого способа нету, и его не нужно делать. Не вздумайте покупать ни в коем случае какую-нибудь другую книгу, кроме амазоновской, потому что вы потеряете огромное количество функций, которые вам необходимы будут при работе с ней. Это вот, если в самом кратце, какую книгу выбрать, как заказать и как ей пользоваться. Вот, соответственно, когда вам будет приходить на электронную книгу, сама электронная книга, вы берете ее, читаете и, ну, палю еще маленькую фишку, можете создать папку ready, то есть там готовая, и туда складывать книги, которые прочитаны. Это вот такой маленький лайфхак тоже по организации книг. Ну и в целом все. Это вот самое базовое по книгам. Внедряйте, покупайте. Если еще не купили книгу, срочно покупайте. С вами был Максим Джабали. До встречи. Пока.